Нам присоединяется Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка. Геннадий, приветствуем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, от обстрела к обстрелу, от налета к налету, украинская система энергетическая все стабильнее, на самом деле, справляется с тем, что творят россияне. Как вы оцените сегодняшние последствия? Ну, насколько мы знаем, все-таки у нас тоже информация неполная, эта информация носит стратегический характер, но, тем не менее, как вы оцениваете сегодняшние последствия, сегодняшнего обстрела? Ну, снова прилетел. Ну, еще прилетит. Не один раз будет прилетать. Ну, да. Но там, по ту сторону линии фронта, почему-то считают, что это к чему-то приведет. Например, что мы все выйдем на улицу и будем, значит, протестовать против нацистского режима, который привел ко всему этому бардаку. Ну, вот даже опрос в Харькове, который все долгое время называли пророссийским городом, хотя он таковым не являлся никогда. Да. Они говорят о том, что нет ничего такого, и они даже и не думают, что в этом виновата военно-политическое руководство Украины, и что они готовы пойти на уступки ради чего? Ради того, чтобы их полюбили по-русски. Ну, что можно еще сказать? Энергетики уже знают, что делать. Главное, чтобы у них не заканчивалось оборудование и силы. Силы точно не закончатся, потому что они точно так же, как и харьковчане, и киевляне, и львовяне, любые другие украинцы, жители Украины, потому что они же не только украинцы, Украина всегда была многонациональным государством, они понимают, что это не первый удар и, к сожалению, не последний, а работать нужно. И сейчас понемногу восстанавливается энергоснабжение. Уже никаких там чрезвычайных ситуаций никто не объявляет. Кстати, объявление о чрезвычайной ситуации касалось только участников рынка электрической энергии, а же никак не всех жителей Украины, как утверждают отдельные российские каналы. Ну да, дай бог, чтобы не только энергетиков хватало сил, но и хватало понимания того, что происходит у наших союзников, поскольку мы сейчас, как Украина, нуждаемся в как можно более плотной защите неба, как можно большем количестве средств противовоздушной и противоракетной обороны и в том оборудовании, которое необходимо энергетикам для восстановления энергоснабжения после очередных обстрелов. Да, вы действительно вспомнили сегодняшнее заявление компании Украинерго о введении чрезвычайной ситуации, потом было объяснение. Я благодарю вас, что вы акцентировали на этом внимание, что это касалось определенного сегмента. Сейчас же и это состояние чрезвычайной ситуации, оно уже отменено. Это я просто тоже так, к дополнению того, что мы с вами сегодня обсуждаем. И вы абсолютно правильно сказали, что это будет продолжаться, никуда не меняется тактика, выбранная с 10 октября, мы все помним этот день. Вот уже на самом деле у нас с вами 16 декабря, более двух месяцев, а история тактика не меняется. Сегодня единственное, что били по объектам тепловой энергетики, мы понимаем почему, потому что зима и так далее. Список, я так понимаю, объектов, он может определенный момент и расширяться и так далее. Вот вы сказали, что на самом деле продолжать будут обстрелы и далее. И действительно наши энергетики будут продолжать свою работу. Это абсолютно с вами я согласна и так далее. Скажите мне, пожалуйста, морозная погода и холода, каким образом, скажем так, не помогают нашим энергетикам справляться с теми задачами, которые сегодня перед ними стоят? Есть ли определенно какие-то негативные процессы, которые именно связаны с морозом, которые могут, там обледенение и так далее? Либо же это, скажем так, если мы говорим о профессиональной работе энергетиков, их это не касается? Нет, ну почему? Холодно, ребята, ну как же, чем ниже температура, тем чаще приходится греть руки. Ну, конечно, зимой восстанавливать энергоснабжение сложнее, чем летом. Хотя и летом иногда погода, в общем, такова, что мама не горюй. Поэтому, да, проблемы будут, но проблемы решаемые. И сейчас вот мои знакомые говорят, что ну да, нам помогают. Говорит, у нас всегда рядом с нами кто-то есть, кто может помочь. Даже принести горячего чая или там просто добрым словом сказать спасибо. А энергетикам нужно говорить спасибо, потому что и не только, ну понятно, мы все привыкли говорить спасибо военным. Ну, теперь вот людьми номер два послевоенных стали энергетики, которые не получают правительственных наград, как правило. Ну, которые вот из этого всего металлолома умудряются снова делать конфетку, которая позволяет всем получать, всем потребителям получать те услуги и ту самую электрическую энергию, без которого любой город, любая страна сегодня жить нормально не в состоянии. Но мы выживем, мы проживем, потому что энергия будет, несмотря ни на какие обстрелы. И, опять же, вопросы всегда задаются, сколько еще выдержит энергетическая система. А вот там два удара, пять ударов и десять ударов. Энергетическая система выдержит все удары, которые будут по ней нанесены. Ну, главное, чтобы выдержали люди. А люди, я уверен, выдержат. Ну, Геннадий, да, есть еще такое мнение, что эта энергосистема создавалась в те годы, когда, в общем, даже ядерную войну предрекали, да, поэтому, наверное, выдержат. Вопрос, как ее содержали, она все-таки в частных руках была. Нет, я тут все-таки уточню. Ведь, обратите внимание, синхронизация объединенной энергетической системы проведена с системой континентальной Европы. Синхронизация — это не просто слова. Это означает, что качество электрической энергии, которое вырабатывается в нашей системе, соответствует качеству электрической энергии, которая вырабатывается в государствах, членах Европейского Союза. Это значит, что у нас цифровое качество электрической энергии. О каком цифровом качестве электроэнергии могла идти речь в Советском Союзе? И причем это все думают, что вот это мы только вот получили в 91-м году от Советского Союза эту самую энергосистему, и ничего после этого не делали. С ней никакие работы, ничего. Да, может быть, мы не построили второй Днепрогесс параллельно, не прорыли рядышком еще одно русло Днепра и не построили еще один Днепрогесс. Но Днепрогесс 50-х годов, он очень сильно отличается от Днепрогесса нынешнего времени и по тому, что это за объект, и по тому, насколько этот объект защищен. Да, по нему прилетело и сегодня тоже прилетело. Но, несмотря на это, он продолжает функционировать, продолжает работать и будет работать. Постоянно будет работать на благо государства. И эта электрическая энергия, которую он вырабатывает и будет вырабатывать, она будет подаваться в дома украинцев не только в нынешний отопительный сезон, но и в будущем. И это, опять же, это не просто там слова или лозунги. Я не сторонник обычных лозунгов. Это уверенность, которая базируется именно на понимании того состояния, в котором находится сейчас энергетика. Да, проблем много. Да, они требуют решения. Но мы разберемся с этими проблемами и решим их. Геннадий, ну, в заключении, все-таки, вы же не будете спорить, что на критических оборотах работает система. И тут, ну, очевидно, бьют-то по ней. Сколько времени может понадобиться, если предположить, что завтра Россия прекращает энергетический террор и больше не будет обстреливать нас? Сколько времени может понадобиться на восстановление, полное восстановление системы? И, может, параллельно на ее усовершенствование? Ну, я же говорю, что я не сказочки рассказываю. Завтра Россия не прекратит, поэтому о чем идет речь? После войны, а я не скажу, что будет восстановление энергетической системы. Далеко не все объекты нуждаются в восстановлении. Может быть, некоторые объекты нужно будет просто снести и на их месте поставить новые. Может быть, в других местах эти установить объекты. Ведь существует план... К сожалению, связь у нас со связью проблема. Ну, в общем, это тоже к нашей теме. И для сегодняшнего дня это неудивительно. Это тоже к нашей теме. Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка, был нашим гостем. Надеюсь, еще вернется в эфир. Не сегодня так... Услышал нас. А, вы вернулись, да? Да-да. Геннадий. Да, можете закончить свою мысль, потому что мы думали, что связь уже не вернется к нам. Но, тем не менее, видите, есть такая возможность. То есть не все надо будет восстанавливать, да, ваша главная мысль на это? Да, то есть существует стратегия, в соответствии с которой будет развиваться энергетическая система Украины. И эта стратегия будет реализована. И эта стратегия предусматривает, в частности, децентрализацию, разукрупнение системы и приведение ее в соответствие с теми требованиями, которые выдвигаются к самым совершенным энергетическим системам во всем мире. То есть у нас должна на вот этих руинах, разрушенных россиянами объектов, быть создана новая энергетика для новой Украины. Ради такой уже от меня дилетантский. Вы рассказали про цифровое электричество. У меня, честно, было три по физике, и я этим даже горжусь в каком-то смысле. Потому что честная оценка. Я не очень понимаю, как электричество может отличаться, как вода, хлеб, колбаса, быть одно тут, другое. Объясните коротко, как действительно разное электричество, разного качества. И в чем эта разница? Разница проявляется в том, что существует производство так называемой индустрии 4.0, которые умные, разумные, они могут работать без участия человека. И поэтому те допуски на качество электрической энергии, которые были в Советском Союзе, уже не работают. Сейчас нужны другие качественные характеристики. Если, допустим, лет 10-20 назад энергетики еще могли себе позволить определенные погрешности, как по напряжению, так и по частоте, то теперь, и по перерывах в энергоснабжении, то теперь вот эти современные производства, так называемый интернет вещей, он требует намного более качественных товаров, в том числе и электроэнергии как товари. И поэтому у энергетики украинской есть все возможности для того, чтобы стать такой цифровой энергетикой. И для этого есть и все необходимые ресурсы, имеются в виду мозги, наука, кадры, есть желание это сделать. Ну и понятно, что после окончания войны, после победы, будет очень много людей, что называется, с обостренным чувством справедливости, которые уже не допустят произвола олигархата, в том числе и на энергетических объектах. Спасибо вам за ваши разъяснения. Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка, был гостем прямого эфира канала «Фридом». До встречи!